Всем сообщить, что мы не употребляем никаких наркотиков, мы не состоим ни в каких сектах и мы не читаем книги фантастики. Поэтому, чтобы было людям понятно. Почему? Потому что эти вопросы часто очень спрашиваются, что вы курите, либо где вы берете такую интересную информацию. Это вся информация от контакта. И в этом контакте Ирина находится 24 на 7, мне кажется, иногда даже 25 на 7. Потому что, когда мы выходим в сон, мы выходим в астральные путешествия неосознанные и, соответственно, оттуда возвращаемся. Поэтому Ирина может и в астрал выходить, и в астрале смотреть, и в астрале посещать другие планеты, другие миры. Но она это делает не только в астрале, но и в астрале. Я как раз получал третье высшее образование. У меня был дипломный проект. Это организация любого детского проекта. Я учился в институте практической психологии и психологии бизнеса. Я организовал детский проект. Один из моих операторов сказал, что поехал снимать сумасшедшую в город Поворино, который общается над планетами. Когда он приехал, меня заинтересовало это видео. Я посмотрел это видео и я сразу понял, что никакая она не сумасшедшая. У нее действительно есть реальный контакт. И сам лично уже познакомившись с Ириной, приехавши к ней в Поворино в деревню. Действительно, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями с 12 лет. Первый мой контакт произошел в 1999 году. Хочу сразу сказать, что я являюсь не только ментальным и астральным контактером, который контактирует посредством своих тонких тел, но и физическим контактером, которые происходили контакты на физическом уровне на летательных аппаратах пришельцев. И первый мой контакт в 1999 году именно таким и был физическим контактом. Я в то время жила в селе и встретила, увидела объект треугольной формы недалеко от парка этого села. Я их увидела, они выглядели так. Три метра ростом, три глаза и у них нет шеи, просто голова соединяется с туловищем. Такой точно такой же представитель планеты Дорал когда-то в 1989 году посещал город Воронеж. Это называется парк детский был в этом детском парке. Там много можно видео найти по этому поводу. Они обратились ко мне. Вот один из них представился как раз Кирхетоном, о котором Максим уже говорил. Это и были представители планеты Дорал со звездой Кассиопея. Они обратились ко мне на русском языке и предложили посетить их планету. Планету Дорал я согласилась. Само путешествие заняло несколько минут. Можно так сказать попроще телепортировать к Раму с одного места галактики на другое. Потом меня привезли обратно и это все описано на моем канале, что я там видела. Действительно это займет много времени. Поэтому я скажу коротко. Потом я встретилась снова с Кирхетоном, когда он прилетел за мной через несколько дней. Он меня отвез на лунную базу, где я согласилась стать контактером. У меня был установлен чип этой цивилизации для того, чтобы я могла вступать уже в ментальные контакты, в астральные контакты и передавать информацию не только посредством физического контакта, но и, например, разговаривая с человеком, непосредственно в разговоре с ним, они могли приходить ко мне в Астралию и передавать информацию. Вот как сейчас. Потом дальше мы решили с Ириной не скрывать этот контакт, а донести этот контакт людям. Почему? Потому что этот контакт несет огромное количество информации для повышения уровня осознанности, восприятия людей. Ирина контактирует с Межзвездным Союзом, с Галактической Федерацией Света, с иными другими духовными уровнями. Нам дают четкую структуру мироздания, и мы эту структуру мироздания людям объясняем. Первый контакт у Ирины был с представителем планеты Дерао, и он живет там, где находится созвездие Кассиопея. Поэтому мы на основании первого контакта Ирины с Кирхитоном назвали проект Кассиопея, и, соответственно, дальше оно так и пошло. Как вы яхту назовете с первого раза, так оно и поплывет. Когда мне было еще 13 лет, Кирхитон первоначально назначил мне контакты физические. Два раза в неделю он мне назначил место в лесу, куда я должна была приходить вечером, никому об этом не говорить, потому что запрещено было кому-либо показывать об этом контакте, предоставлять какие-либо физические доказательства, так как в Межзвездном Союзе уверены, что предоставление физических доказательств, которые дойдет до журналистов, а тем более властных структур, может представлять опасность для контактеров. Решение свободы, то есть у них подобные прецеденты уже были, как мне объяснить. Да, решились мы дать этот контакт, потому что мы встретили друг друга, и я как человек достаточно очень активный, который увлекался эзотерикой и психологией, и многими другими вещами. И когда я начал получать информацию от Ирины, от представителей Межзвездного Союза, у меня все начало складываться по полочкам. То есть, то информация разрозненная, которая там из религиозных эгрегоров, из буддистских, христианских, эзотерических книг, из той информации, которую я сам проходил, которую я сам изучал, у меня начало складываться по полочкам. И вы знаете, честно, так обидно. Раньше нас жили на кострах, прятали психушки и все остальное, что сейчас, наверное, все-таки народ готов более-менее воспринимать эту информацию адекватно. И я думаю, что многие научные сообщества уже понимают, что наша наука стала в тупик во многих моментах своего развития. Наша цивилизация идет по тупиковому пути развития, уничтожая себя, повышая температуру в атмосфере, загрязняя нашу планету. Я решил, что эту информацию должны узнать все. Потому что на базе этой информации можно построить очень грамотное, хорошее, созидательное общество. Мы тоже очень много беседовали с людьми и на своем YouTube-канале, и на своих ресурсах. И самое частое, что критика, которую предъявляют даже не мне, а Максиму, да и нам обоим, это зарабатывание денег. Да, что мы коммерческий проект, что мы построены для зарабатывания денег, и мы занимаемся тем, что мы смеемся и ржем над лохами, которых мы разводим. Я когда начинаю с ними беседовать, я спрашиваю, а зарабатывать деньги – это плохо? Они говорят, нет, но зарабатывать деньги неплохо. Но тот метод, который выбрали вы, выдумки и так далее, называют выдумками. Но я их в этом не привождаю, потому что у меня нет доказательств. Поэтому для них это все равно выдумки будут и есть. И они имеют это полное право так считать. Каждый человек – это право любого человека считать это выдумками. Пусть они так считают. И я их тогда спрашиваю на их уровне особенности. Ну, выдумки – это работа воображения. Значит, зарабатывать с помощью воображения – это плохо? И то, чем занимаемся мы в своем проекте, я уверен, что то, чем занимаетесь вы в своем проекте, как раз и дает небольшую частичку этого света, в которой может раствориться, в принципе, любой негативный блок, негативный человек и та ненависть, которая есть в людях друг к другу. От негативного опыта и от той информации, средств массовой информации, которая есть и в СМИ, и есть в интернете. Действительно, есть такие люди, которые не то что зарабатывают, они злоупотребляют своей, так сказать, духовной властью над людьми. Нами управляют через наши страхи. Чем больше мы боимся, тем легче нами управляют. Поэтому для того, чтобы нами грамотно управлять, нас нужно очень хорошо запугать. Плюс ко всему, те люди, которые обладают более выраженными способностями, сверхспособностями, как я говорю, начинают повышать свое духовное эго и пользуются своими духовными привилегиями перед другими людьми, для того, чтобы просто зарабатывать деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужно создать тебе кучу проблем, которые якобы можно решить. И только тот человек, который увидел эти проблемы, будет их решать. Поэтому мы в своей структуре придумали такой интересный момент, который будет неинтересен для проекции жуликов в плане духовного развития. Это оплата по сердцу. Это динейшн. То есть каждый человек, который обратился в наш проект за духовностью, за получением духовных знаний, сам решает, сколько стоит то обучение, эти знания, которые мы даем. Или тот сеанс там. Даже то помещение, которое существует у меня сейчас, у меня там приезжают люди учатся, живут в этом помещении. Даже проживание при обучении на условия оплаты по сердцу. То есть я в своей структуре за духовные знания цен не назначаю только потому, что этими духовными знаниями на нашей планете начали очень сильно спекулировать. Они бесценны для меня. И я считаю, что эти духовные знания, эта духовная структура должна быть бесценна для любого человека, который получает эти знания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok